Мы верим, что Бог проговаривает каждому через пророческое помазание и дары Духа Святого. Божье пророческое слово с пастором Энрико Карелли. Приветствую на нашей передаче «Божье пророческое слово». Мы так рады, что вы с нами сегодня. Меня зовут пастор Энрико Карелли. Я люблю делиться Словом Божьим. И уверен, что вам нравится его слышать. Давайте помолимся. Отец, спасибо тебе. Мы здесь, чтобы учиться. Дух Святой — наш учитель. И мы хотим не только слышать от Него, но и делать то, что Он нам скажет. Отец, спасибо тебе за это совместное время. «И пусть каждый превознесет имя Иисуса, ведь во имя Его мы молимся. Аминь». И, как я упоминал ранее, я учил о Духе Святом, но я почувствовал, что нужно пойти в другом направлении, чтобы отметить 75-ю годовщину, или день рождения, государства Израиля. И говорю «С 75-м днём рождения, Израиль!» «Да благословит тебя Господь!» Огромным шаломом! И многие из вас знают, что слово «шалом» — это естественное приветствие в Израиле, когда говорят «привет», то говорят «шалом», когда прощаются, здороваются. И многие из нас понимают, что это значит «мир». Да, это одно из его значений. «Шалом», «мир тебе». Но если изучить еврейское слово в оригинале, корень этого слова, то мы понимаем, что оно значит не только «привет пока» и «мир». Имеется в виду полнота, совершённость, всё на своих местах, всё целостном. Ваше здоровье в порядке, вы процветаете, отношения с детьми в порядке, всё в полноте. Поэтому, когда кто-то говорит «шалом» вам, вы понимаете, что речь идёт о огромном Божьем благословении в вашу жизнь. И мы все этого хотим, быть благословением, принимать благословение, принимать благословение, отдавать благословение. Это Божий круг, закон сеяния и жатвы. Благословляете и принимаете благословение, чтобы дать больше, чтобы дать больше, чтобы принять больше и отдать больше. И на самом деле, неважно, где начнёшь, важно, как закончишь. Может быть, сейчас у вас мало, но поверьте, если будете служить Богу, Он о вас позаботится, если будете слушать Его Слово. И сегодня мы поговорим о том, чтобы благословить вас, и Израиль, и всех евреев в мире. Как я упоминал ранее, многие верующие по всему миру присоединялись к 21 дню молитвы за Израиль, конкретно за Израиль. Они молились по часу в день на протяжении 21 дня. На момент записи был 10 день, я принимал участие, я молился первые 9 дней, и буду молиться на 10, сегодня вечером, так что закончу побыстрее. И мы делаем это из любви к Израилю, не по обязательству. Это делается из любви к народу Израиля, из любви к Писаниям, и из сердца благословить Израиль. Итак, с днём рождения Израиля, я хочу прочитать Псалом 121, написан Давидом, это молитва о Иерусалиме. Давайте вместе. Псалом 121. Возрадовался я, когда сказали мне, «Пойдём в Дом Господен». Итак, давайте остановимся, и я хочу поделиться с вами тем, что меня беспокоит. Читая Новый Завет, мы понимаем, что Иисус обитает в верующих. Дух Святой живёт внутри верующих. И Дом Господен — это человек, который принял Христа. Это не физическое здание. И много раз я слышал, когда-то говорили, «Разве вы не рады быть в Доме Господнем сегодня?» Ну, речь идёт не о церкви, а говорим мы о Христе, который обитает в нас. Мы — камни живые. Мы сейчас Дом Господен. И если вы это понимаете, то по стару реку от этого легче. Продолжаем. «Возрадовался я, когда сказали мне, «Пойдём в Дом Господен». Конечно, Давид говорил о храме. «Вот стоят ноги наши во вратах твоих Иерусалим». Иерусалим, устроенный как город, слитый во дно, куда восходят колена, колена Господни по закону Израилеву, славить имя Господне. Там стоят престолы суда, престолы Тома Давидова. Знаете, в Ветхом Завете сказано, что евреи должны были восходить в Иерусалим, чтобы праздновать праздники. Они должны были путешествовать. И это был невероятный праздничный случай. Шестой стих. «Просите мира Иерусалиму, да благоденствуют любящие тебя, да будет мир в стенах твоих, благоденствие в чертогах твоих. Ради братьев моих и ближних моих говорю я, мир тебе. Ради Дома Господа, Бога нашего, желаю блага тебе». Весь Псалом говорит о Иерусалиме, о Граде Божьем. А в шестой стих мы часто слышим, «Просите мира Иерусалиму, да благоденствуют любящие тебя». Я не боюсь говорить о процветании и успехе. Это библейское обетование, и это такая огромная нужда для многих верующих. И вот ключ к процветанию, к благоденствию, молитва за мир Иерусалима. И, как я сказал, было особое время молитвы за Израиль. И когда предстаю пред Господом, я молюсь за еврейский народ по всему миру. Я молюсь за евреев в Израиле. Я молюсь за евреев в моей стране. Я молюсь за евреев по всему миру. Я молюсь за евреев, которых лично знаю. Я молюсь за мир Иерусалиму. И сказано, «Да благоденствуют любящие тебя». Снова таки, если вы любите Бога Израиля, вы будете любить Израиль. Вы полюбите евреев. Бог Авраама, Исаака и Якова. Бог нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Сам есть Бог, Сын Божий. И если у вас сердце открыто для Бога, и вы изучаете и понимаете Писание, то откроется ваше сердце для Израиля, для евреев. И каждый раз, когда вы будете встречать евреев, вы будете чувствовать что-то особенное. Ваше сердце автоматически как бы ответит. И вы попытаетесь показать любовь и дружелюбность к еврею. Поверьте мне, они к такому не привыкли. Им редко проявляют такое отношение, особенно от язычников. И мы уже говорили о продавце ковров, друг нашей семьи, бизнесмен, еврей. Ему наша семья нравилась. И родители тоже. Папа угощал его нашим вином. Они хорошо проводили время. И я помню, как он умер. Мы посетили его похороны в еврейской синагоге. И вообще, по-моему, это был мой первый раз в еврейской синагоге. Мы должны были надеть кипы, ермолки. Но нам сказали, что конкретно этот человек, он не любил язычников. Но наша семья ему нравилась. И это такой себе комплимент. Ведь когда мои братья и сестры пришли ко Христу, мы начали делиться Иисусом с этим евреем. Он был пожилой, мы молодые, в огне. Мы говорили с ним о Иисусе, говорили о Вознесении и тому подобное. И ему наша семья все равно нравилась. Евреи не привыкли принимать любовь. Ну, в общем говоря, я говорю обобщая. Но особенно от язычников. И я верю, что много таких подозрений, недоверия, оно все уходит. Ведь подрастающее поколение, оно другое. Оно более открытое для людей, эти бэби-бумеры. Но вернемся к Божьим обетованиям. Ведь то, о чем мы говорили, это обетование. Когда мы благословляем Израиль, когда мы молимся за Израиль, молимся за мир и Иерусалима, являем любовь евреям, благословляем их практически, например, наше служение отправляет деньги еврейским организациям. Я с супругой, мы лично отправляем деньги еврейским организациям. Некоторые из них — это христианские служения. Какие-то нет. Но я считаю, что это также важно. Таким образом, вы завоевываете доверие людей, и они отвечают взаимностью. Такой закон природы, закон Божий. Люди отвечают взаимностью. И когда вы благословляете кого-то, люди отвечают взаимностью. Они являют вам доброту, принятие. Много лет назад у нас был съезд «Благослови Израиль». Недалеко от места, где мы живем. Это в штате Мэриленд, США. Господь дал мне эту идею. Но я сам по себе плохой организатор, администратор. Мне не удается все вот так вот связать вместе. Это не мой духовный дар. Но я почувствовал, что Господь сказал мне собрать съезд за Израиль. За шесть недель. У меня было всего шесть недель, чтобы все организовать. Но Господь сказал мне это сделать. Нам нужно было покрыть физические нужды. Нужно было раздать приглашения. Нам нужно было прозвонить спикеров. И это вообще другая история. И нам нужно было подобрать место, локацию для этого мероприятия. Был особенный общественный парк. Недалеко от места, где мы живем. Очень много таких парков. Можно прогуляться. Можно поиграть во что-то. Можно с детьми пойти. Там есть всякие качели. Развлекательные всякие вещи для детей. И был особенный парк, который мне очень хотелось. Он был очень такой видный. Возле проездной части я хотел именно этот парк. Я расспросил о нем. И ответственные за него хорошие люди сказали, что нельзя. Я начал сказать что-то другое. Но мне везде отказывали. Но в итоге Господь дал именно то место, которое я изначально хотел. Мы провели великолепное мероприятие. И это происходило в августе. Где мы живем, август — это ужасный месяц. Температура зашкаливает. Влажность не очень хорошая. Мы молились. И Бог дал нам это место. Мы молились о всем, что надо. Финансы, материальное обеспечение, погода. И вот мы получили парк, который нам нужен был, который хотели. В тот день хорошая погода была. Светило солнце, но было много туч. Была прохлада. Хорошая погода. И к нам приехали хорошие гости. Мы пригласили двух евреев. Ну, вообще более двух. Но в частности, были две еврейки. Я был ведущим. Я не проповедовал. Было кому этим заниматься. Я заметил этих евреек, как они внимательно слушали. Я подумал, любопытно. Они нас слушают. Ну, в этом-то и суть. У нас спикеры менялись один за другим. Поддерживали нас о том, чтобы мы любили Израиль, евреев. Мы молились. В конце была музыка. И когда все закончилось, эти дамы подошли ко мне и сказали кое-что очень трогательное. Очень трогательное. Конечно, меня это благословило. Я был счастлив. Я не знал, что это значило. Но она сказала это несколько раз. И это было очевидно. Она была искренней. В итоге мы провели время с этими людьми. Мы любим их. И я думаю, что они уважают нас в ответ. К чему это все? Мы благословляли Израиль практически, показывая нашу публичную поддержку Израиля, нашу любовь к Израилю. И в ответ мы получили любовь от этих еврейских дам и мужчин, которые пришли на это мероприятие. Я не говорю ничего нового. Вы любите Иерусалим, любите Израиль. Благословляйте еврейский народ. Если можете, то будьте им другом. В ответ Бог даст вам духовное благословение. Да, такое будет в вашей жизни любовь. И вы станете более щедрыми. Ведь это один из плодов Духа. Ваши дары будут раскрыты. Это однозначно. Но также Бог обещает благословить вас и дать вам благоденствие. Итак, финансовое процветание, материальное благословение. Да, ведь мы читаем в 7 стихе. Да будет мир в стенах твоих. Конечно, речь идет о Иерусалиме и благоденствии в чертогах твоих. Я хочу ободрить вас, молиться за мир Иерусалима, благословлять евреев. Но я также хочу, чтобы вы приняли это обетование о том, что вы будете благоденствовать. Вы будете благоденствовать. Вы можете молиться за то, чтобы ваши нужды были покрыты. И да, я думаю, отсюда все начинается. Да, мы любим Бога. И филиппийцам 4.19. Он восполняет всякую нужду. Но также нужно выходить на новый уровень веры. И верить, что не только Бог покроет наши нужды, но также Бог даст нам благоденствовать. И, но, зачем Богу давать нам благоденствие? На эту тему церковь так разделена. Столько из спорных тем. По-моему, все просто. Бог хочет, чтобы мы благоденствовали, чтобы, во-первых, мы могли благословлять царство, распространять Слово Божье во все народы. Во-вторых, благословлять семьи и других. Вот в чем благоденствие и процветание заключается. Это основа. Благословлять царство, десятины, приношения. Благословлять свою семью и благословлять других. Если не удается свести концы с концами, не удается оплатить счета, как можно благословлять других? Бог хочет, чтобы мы благоденствовали, когда мы сеем, и когда благословляем евреев. Он даст вам благоденствие, процветание. Вернемся к Бытию. 12 глава, три стиха. Но хочу вернуться на 11 главу и поговорить о отце Авраама в двух словах. Бытие, 11 глава, 31 стих. «И взял Фара, Авраам, сына своего, он стал Авраамом, и Лота, сына Аранова, внука своего, племянник Авраама, и Сару, невестку свою, жену Авраама, сына своего, и вышел с ними из Ура Халдейского, чтобы идти в землю ханаанскую». Итак, Фара собирает свою семью, и они выдвигаются. В тот день путешествовать было очень сложно. Это не как сегодня, сел в машину, самолет, и полетел. Было все сложнее. Из Ура Халдейского, это сегодняшний Вавилон, было очень сложно путешествовать. И направились они в Ханаан. Но, дойдя до Харана, они остановились там. И было дни жизни Фары в Харанской земле 205 лет, и умер Фара Харане. И вот что интересно, если посмотреть на карту, и отметить Урхалдейский, провести линию до Херона, отметить Ханаан, то вы увидите, что Херон на полпути Ханаан. Авраамов отец пропутешествовал полпути в землю ханаанскую и умер. Вот в чем суть. Она немного не по теме, но не нужно быть наполовину верующим. Не останавливайтесь с Богом. Во-первых, ему это не нравится. Он хочет ваше сердце целиком, тело и дух ваш. Он хочет все, потому что он все за вас отдал на кресте. Не нужно быть наполовину, не нужно быть тепленьким. Такое Богу не нравится. Во-вторых, можно упустить много благословений. Есть много благословений за служение Богу. Ведь Библия говорит, ищите прежде всего Царствие Небесное, и остальное приложится. Это Божья воля благая дать вам Царство. Идите полностью, на максимум. Хотите большего с Богом. И когда я предстану пред Богом, я не хочу, чтобы Он сказал мне, ну, ты 75% моей воли исполнил. Я не хочу, чтобы Он даже сказал 90%. Хочу услышать на 100%. Когда вы даете Господу 100%, Он воздает вам более чем 100%. Итак, Фара умер на полпути. Он так и не дошел до земли обетованной. Давайте продолжать читать. 12 глава, первые три стиха. Мы все знаем их. «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, и иди в землю, которую я укажу тебе». Другими словами, оставь все и следуй за мной, следуй за моим голосом. Второй стих. «Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Опять-таки, я не стесняюсь говорить об этом, но когда вы благословляете еврейский народ, Бог благословит вас. Он благословит вас и лично, и благословит вашу семью, благословит ваше служение, если у вас есть служение, вы пастор, Он благословит вашу церковь, и Он благословит все, чем вы занимаетесь. Вы будете процветать, благоденствовать, вы будете процветать, в том числе и финансово. Ведь это сделает вас большим благословением, и вы будете наслаждаться обетованиями, благословениями Господнями более, чем вы можете представить. Я верующий уже более 50 лет. Если бы я взял и записал... У меня всё для этого есть, ручка, листочек. И давайте вместе попробуем, чего бы вы хотели от Бога в этой жизни. Чего бы вы не хотели, запишите. Да? И скажу вам так. Что бы вы ни записали, Бог превзойдёт ваши ожидания. Так, что вы даже представить не можете. Ефесянам 3.20 он может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чём помышляем. И я скажу, что это правда не только потому, что Божье Слово — истина, что, конечно же, так и есть. Но в жизни своей я увидел, что оно истинно. Я пережил это. Он хочет, чтобы вы благоденствовали. И один из основных путей, подходов, можно сказать, к финансовому благополучию — это благословлять еврейский народ. Благословляйте их духовно, но также вы должны благословлять их практически. Мы слышали столько свидетельств от разных людей, у которых были служения. Они благословляли евреев сначала землю Израиля, их церкви сели в Израиль, это был их приоритет номер один. И в ответ они были благословлены многогранно. И Псалом 121, 6 стих, благословение Бытия, 12 главы, первые три стиха, они ваши, ваши лично, как верующего в еврейского мессию Иешуа и Иисуса. Они ваши, эти обетования. Это обетование Его шалома. Все на своих местах, все целостное. И это подразумевает и финансовое процветание и здоровье также. Третья Иоанна, я желаю, чтобы вы благоденствовали, были здоровы. Я знаю, что в Америке, и многие в нашей стране, они коренные американцы. Я знаю, вы думаете, вы, американцы, вы слишком много говорите о процветании, только и слышно от вас деньги, деньги, машины, дома. Ну, я думаю, что есть случаи, как и, в общем, в любом учении Слова Божьего, которые немного выходят за пределы правильного понимания Писания. в последние 10 лет многие говорят о благодати. Хорошо слышать о благодати. Мы любим это. Но я думаю, что в некоторых случаях вот это учение о благодати, оно выходит за рамки. Нам нужно чаще говорить о личной ответственности и послушании Богу. Аминь. В любом случае, какие бы крайности ни случались, какие бы неправильные учения ни были произнесены, истинно, Слово Божье, следующее, Бог хочет, чтобы вы благоденствовали. И основное средство процветания — это молитва за Иерусалим. Будьте благословением еврейскому народу, и Бог благословит вас. Давайте помолимся. Отец, спасибо, что ты хочешь нас благословлять. О, Господи, в наших сердцах мы располагаем свои сердца благословлять евреев. Мы хотим благословлять каждого, конечно же. Но есть что-то особенное в том, чтобы благословлять еврейский народ. У тебя с ними завет, Господи. Твои обетования для них. И мы видим, как некоторые из них сбываются. Многие из них сбываются. Но мы верим, что в последние дни самое великое знамение и подтверждение последних времен — это восстановление Израиля как народа. и евреи с четырёх краёв земли совершили алию и живут в земле обетованной. Господи, мы любим Тебя, мы любим Твоё Слово, и мы хотим принять обетование Твое, что Ты хочешь благословить нас, чтобы мы процветали. Мы благодарим. Мы благодарим за Слово Божье. Оно истинно. Библия говорит, что Бог истинен, а человеки полны неправды. Слово Божье — истина. И Твой Завет есть, Ветхий Завет, Новый Завет, и Он так нас любит. Он хочет благословить нас, сделать нас головой, а не хвостом. Он хочет, чтобы мы ходили на возвышенности, и это всё результат близких отношений с Ним. Ставьте Его на первое место. Ставьте свою любовь и уважение к Нему на первое место. И самое главное, пообещайте себе слушать Его. И Иисус говорит, «Если любите Меня, то будете слушать Меня». Я знаю, что это непросто для нас всех, но я молюсь каждый день, чтобы Бог улучшил мое послушание. И я молюсь, чтобы через мое послушание благословлялись другие. Спасибо. Да благословит вас Бог. Хорошего дня. Надеюсь, увидимся скоро. С вами был пастор Рик Карелли и передаю вам и вашим близким большой шалом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова